Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал Цветовод. Сегодня видео будет с распаковкой новинки, а зашла я к вам в кадр с вот такой огромной хоей, чтобы рассказать вам речь, предысторию о том, что же за хотелочка сегодня ко мне пришла. Последнее время я очень подсела на хои, увлеклась, много читаю об их выращивании, об условиях содержания. Ну, в общем-то, у меня уже опыт общения с ними есть, тоже такая своя небольшая коллекция хои присутствует. Я вам уже снимала видео и показывала их, как на сегодняшний день выглядит моя коллекция с хоечками. Ну, вот это вот у меня такая старушечка хоя-карноза, классика жанра, самая простая хоя, но выглядит очень-очень внушительно. Я думаю, вы видите, у нее есть даже вот такая огромная плеть, она уже свыше метра точно пока еще не обросла листьями. Кто не знает, хоя выпускает вот такой уз длинный, а потом вот тут в междоузлиях формируются листочки. Поэтому процесс может быть длительным формирования листьев. Бывает, что вот так формируется сначала один лист, а потом сбоку уже второй лист. То есть не два листа одновременно могут расти, а могут вот так по одному листу. Тут, кстати, рядышком есть уже зачаточек молодого листочка. Так вот, друзья, увлеклась я хоями, и мне на просторах интернета попалась в продаже хоя-хотелка многих, диковинка, безумно дорогая хоя, и она уже мне тоже так запала в сердце, в душу, и тоже стала моей хотелочкой с недавних пор. Да, очень дорогостоящий сорт. Те, кто именно коллекционеры, кто разбираются, они сейчас увидят и поймут, о чём идёт речь. Ну, давайте приступим к распаковке, посмотрим, что же там внутри посылочки. Вот такую посылочку я получила, друзья, уже практически ночь, получила вечером. И буду вместе с вами сейчас вскрывать и смотреть, что же тут за диковинка. Ой, неудобно. Диковинка ко мне пришла. Так, есть. Не взяла канцелярский нож, но думаю... Ой! Справимся и ножницами. Тут один череночек должен быть срезанный, поэтому ничего страшного, что посылка летает, улетает у меня. Есть. Так, смотрим, смотрим, что же тут за красота пришла. Так, это для амортизации подложили. Да? Да. Так. И вот сам череночек. Ой, класс! Странно, что никакой влажный ватный спонж, ничего не подложили. Я обычно всегда пакую, так я мокрую ватку кладу, потом в фольгу заворачиваю черенок. Ну, тут, в принципе, он шел один день, этот черенок. Я думаю, что ничего страшного. Ну, вот покажу вам, друзья, эту красоту. Это Хоя Ундулата Клон 3. Длинный лист Long Leaves. По-моему, вот так вот, полное название. У нее листочек, он такой, как сатиновый. А ну, сейчас попробую поднять ближе к свету. Нет, друзья, тогда мигает, мигает от лампы освещение, некрасиво не видно. Конечно, показать бы вам при свете дня на ощупь Хоя просто восхитительно. Она такая, как бархатная. Посмотрите, это, я так понимаю, загарчик на листике. Кстати, классный черенок, единственное, вот длинный стебель, очень не знаю, как поступить. Вот вроде тут корни, задатки корней тут есть. Плюс вот междоузлия. Тут может пойти ростик, может начать расти листочек. Поэтому, скорее всего, придется укоренять, наверное, в воде. Просто поставлю в воду, чтобы вот тут пошли корни. И чтобы вот тут потом развился вот этот рост. Ну, и, конечно же, сверху может пойти рост. Вот тут задаток цветоноса. Даже, видите, друзья, маленькая пимпочка. Это она хотела цвести. Это невероятно дорогая Хоя. Но я вам скажу, мне она попалась по скидке, по акции ее. Ну, так, женщина, которая продавала, устроила акцию. Вообще, вот такой черенок. Ну, обычно в два листа продают черенок. Вот черенок в два листа этой Хои стоит, стартует цена от 1000 гривен. Вот у нас цена такая. Но вот этот черенок я купила за 600 гривен. Вот такой вот черенок в один листочек, но очень классный. Я черенком довольна. Единственное, что вот видите, как бы засунуть на укоренение в бутылочку с торфом, я его не смогу, потому что очень длинная вот эта плеть. Поэтому попробуем укоренить в воде. Ну, если не пойдет процесс в воде укоренения, то тогда уже как-то буду в зип-пакете сувать, укоренять в торфе. Как, в принципе, я сделала с черенками гибискуса. Я их тоже там в зип-пакет помещала, потому что не влазили они вот в срезанную бутылку. Ну, восхитительная хоя. Завтра мне должна прийти еще один срез редкой хойки. И я думаю, я это видео вам слеплю все в одно, и вы уже увидите и тот череночек, который ко мне придет, все в одном ролике. Ну, пока вот в ночное время снимаю вам вот эту хойку ундулата. Лонг Ливз Клон Три. По-моему, вот так. Либо просто ундулата Клон Три. Ну, точно помню, что ундулата Клон Три, а вот длинный лист. Но есть ундулата Круглый лист, а есть ундулата Длинный лист. И вот это, по-моему, ундулата Длинный лист. Он у нее такой курчавый, и листики такие матовые на ощупь. Ну, классная. Но она крутая. Это прямо, конечно, моя хотелка, мечталка была. Я вот сейчас как полюбились мне эти хои, так я, конечно, заглядывалась, и тут попалась за такие деньги. То есть я понимаю, что ценность этой хои, ну, она вообще стоит гораздо дороже. Купить какое-то взрослое растение такой хои нереально, потому что она будет стоить сумасшедших денег. А тут вот попался черенок вот такой свежесрезом, такой хорошенький за 600 гривен. Я его, ну, сразу же приобрела, схватила. Вот такой красавчик. Друзья, я вам контакты человека, у кого покупала, не оставляю, потому что это был у нее вот такой единственный черенок по акции. А остальные черенки от 1000 гривен этой хои. Поэтому, ну, разве что, если кто-то хочет прям вот такой дорогостоящий, ну, напишите мне в комментариях, я вам скину ссылочку на эту женщину, у которой я покупала. В принципе, я всем довольна, поэтому, как бы, ну, могу с вами поделиться ссылкой на продавца. Вау, ну, она крутая. Любители хои меня поймут. Это как ламборджини среди хои. Такая диковинка коллекционная хоя. Крутая. Итак, друзья, следующая посылочка для вас прошла одна секунда. На самом деле, прошли уже сутки. И я получила еще одну посылку. Но еще, друзья, будет третья посылка. Тоже в это видео я вставлю. Так что не переключайтесь. Будем смотреть, что за хойки ко мне пришли. Так, не пойму, как тут запаковали. Ага, вот. Оп-оп-оп. Так, это опять амортизация. Так. О-о-о. А, я думала, еще подарок. Нет, это тоже амортизация. Вот, смотрим, друзья. Такую влажненькую туалетную бумагу уложили. Ну, я бы, конечно, не рискнула. Я побоялась, что оно сгниет. Я обычно только кончик заматываю. Друзья, это покупалось как хойка Максима. Но я видела в интернете, что эту хойю называют имбриката. Или эмбриката, по-моему, имбриката. Имбриката. Так. О, тут уже такие классные воздушные корешочки. Прям крутые. Вот, посмотрите, друзья. Это вот такая причудливая хойка есть. У нее листики растут вот так вот, завернувшись. Видите? Там внутри жизнь. Там внутри тоже корешочки. Их можно на всякие опоры, ну, эту хою размещать. И она будет вот так своими листиками обхватывать. Вот такая чудная хойка. Так. Во-первых, мне надо не потерять где низ, где верх. Так. Вот это, наверное, был верх. И тут, к сожалению, засох кончик. Вот это вот низ. Мы только что распаковали. Он был в ватный спонж завернут. Поэтому это низ. Потому что, если посадить хою вверх ногами, если это сделать в тепличке, то все равно корни будут расти там, где им надо расти. Поэтому вот такая интересная хоя. На ощупь тоже такая она как будто бы картоновая, матовая, шероховатая. Слышно вам, как шарудит? Прикольная. Мне нравится. Пока поставлю в водичку. Я думаю, она с такими жирными воздушными корнями должна легко укорениться в воде. Я думаю, проблемы не составит. Можно пихануть в тепличку с торфом, как я обычно укореняю череночки. Кстати, давайте сразу принесу вам, покажу, как же укоренился черенок хои Крейкоуст. А потом мы уже сделаем распаковку третьей посылки. Вот, ребята, укореняла я черенок хои вот в такой бутылке с торфом. Сюда я выложила торф, и хоя уже вот такие потрясающие корни нарастила. Я думаю, можно смело открывать тепличку и уже давать этому всему просохнуть. Вот тут торф позеленел сверху, покрылся зеленью. Так, посмотрим, что тут. Ростика не видно ли нигде? Нет, ростика пока нет. Ой, кстати, тут подуры ползают сверху. Подуры это не вредитель, они от влажности заводятся, от слишком влажного субстрата. И вот тут я, кстати, обратила внимание, вот тут белый хороший корешок, а вот тут, по-моему, корешочек начал пропадать. Видите, я касаюсь его, он такой водянистый. Все-таки там уже влага, я так понимаю, лишняя, и надо открывать и давать уже просохнуть тепличке. Хоечка Грей Гост или Грей Хост, ну, по-разному, друзья, я не знаю, как правильно произнести с иностранного языка. У неё листики необычные, они вот слегка опушённые. На ощупь это чувствуется, чувствуются вот такие маленькие-маленькие ворсинки. Вот тут вам даже, наверное, видно, да, на ребре листа, как торчат вот эти ворсиночки. Ну, мне нравится, что заливка у листа вот такая вот серебристая, крутая. Вот этим, конечно, меня эта хоя заполонила. Её, в принципе, можно уже доставать из этого торфа, из этой теплички, высаживать в мой привычный субстрат и производить полив, как обычно. Наверное, сегодня я этим и займусь, выему её из торфа. Заодно посмотрю на вот этот стрёмный корешочек, который у меня вызывает сомнения. Мне кажется, что вот этот корешочек подгнил. Я хочу посмотреть, что там с остальными корнями. Ну, корней много, корней прям много. Хорошо она обросла. Я напомню, кто не смотрел мои видеоролики, за 13 дней она уже дала корни, и их было очень хорошо видно сквозь стеночки теплички. Укоренилась очень быстро, черенок такой прям матёрый. Я даже не ожидала, что хоя настолько быстро сможет укорениться. Плюс она пришла с таким подвеловатая такая, с упавшим тургером листиком. Но сейчас тургер возобновился, листики прям такие плотные-плотные, прям такой пластик добротный. Так, друзья, ну и распакуем третью посылочку. Итак, друзья, распаковываем третью посылочку. Так, по новой почте приходила. Я тут там личные данные немного вскрою. Вот так. Оп. Есть. Так, и что тут за хоечка? Ого. Ого. Ага, она даже посажена. Тут такую конструкцию соорудили. Друзья, её тут примотали. Вот так. Надо как-то разрезать. Тут всё надёжно сделано. Ой-ой-ой. Сейчас ещё порежу. Ой, опасно, опасно. Есть. А то я уже могла и порезать там хоечку. Вот тут хорошо прикрепили хоечку. Так, и давайте попробуем распаковать. Все так щедро в туалетную бумагу заматывают. Ну, по упаковке претензий не имею. Всё упаковано аккуратненько, вроде так, бережно. Ой, друзья, такая красота! Друзья, это хоечка Каудата Голд. Вы бы видели вживую этот лист. Это нечто невероятное. Он весь прям опушённый, прям вот такой бархат-бархат, и прям очень ворсистый на ощупь. Ой, какая красота! Есть Каудата Сильвер, но там поменьше вот этого серенького сплэша на листе. А вот это сорт Каудата Голд. И тут вот этого сплэша гораздо больше. Так, друзья, ну давайте попробуем вскрыть до конца. Мне хочется... О, вижу корешки. Корешки есть, хорошенькие вроде бы. Вот такие корешулечки. Посажены, я так понимаю, что это торф. Да, в торфе, похоже, укоренял тоже человек. Укореняет, я думаю, как и я, череночки. Теплички с торфом. Так, сейчас, друзья, я размотаю, и вам это всё красивенько покажу. Ну тут полная распаковка. Вы прям видите мои впечатления и эмоции. И всё, всё как есть из первых уст, так сказать. Я в восторге. Я сейчас так подсела на хои, вы себе не представляете. И я насмотрелась видеороликов. Всё тут в ютубе. Так, ну пока ростика... Не, ростика не видно. Но мне нравятся хорошие такие корешочки. Я сейчас пролью... Да, видно, что была в теплице, потому что корень аж лезет вон сюда вверх. Пролью со стимулятором роста HB101. Доза препарата 1-2 капли на литр воды. Я сейчас возьму максимальную дозу, 2 капли на литр воды. И пролью, потому что хоечка это абсолютно сухая. Так, что тут по дренажным отверстиям? Их нет. Так что дренажное отверстие надо будет проделать, чтобы лишняя влага ей было куда уходить. Потому что у меня все растения стоят в горшочках с дренажными отверстиями, со слоем дренажа снизу и в поддончиках. Ну, можно ставить в кашпо, это как вы любите. Но я обязательно делаю дренажное отверстие, чтобы уходила лишняя влага вниз. Так, ну и посмотрим изнанку листа. Ага, я уже так раскрыла. И сейчас это все будет сыпаться. Так, ну, я постараюсь бумагой прикрыть и показать вам изнаночку. Ага, тут, по-моему, это были какие-то обработки, да, друзья? Похожи вот такие капельки на следы какой-то обработки. Ну, ничего страшного. Можно в профилактических целях тоже чем-то протравить, так как растение не мое. За свои растения я несу ответственность. Я знаю, какое растение здоровое, какое больное. Ну, на данный момент в коллекции у меня все здоровые растения. Я, наконец-то, на колотеях поборола клеща. Ну, друзья, листья огонь. Просто огонь. И вы бы видели во взрослом виде, это хоя способна загорать до такого коричневого прям оттенка. То есть лист будет не зеленый вот такой, а прям вот тут коричневые участки. Это выглядит восхитительно. Кстати, вам камера, по-моему, передает даже цвет ярче, а вот мне при таком искусственном освещении тут лучи так преломляются, и вот эти участки не белые, а они прям серые такие, прям темно-серые. Ну, камера немножко вам как-то делает свой цвет еще более контрастный, чем он есть в жизни. Ну, красота! А завершить это видео мне хочется тоже показать вам мою красавицу. Это хоечка Кэри Альба Маргината. Вот такая вариагатность у нее идет по краешкам листочка. Она уже мне вырастила вот такой красивый домашний листик. Растет на подходе еще одно сердечко. Кстати, эта хоечка в момент роста листочка выделяет, как такой сладкий нектар позади листа. Поэтому не пугайтесь, это не вредитель. А вот хои способны и в период цветения цветы выделять вот этот сладкий нектар, и в период роста молодого листочка. Ну, вот такая уже красавица. Потихонечку обрастает. Благодарю, друзья, за просмотр видео. Поддержите, пожалуйста, лайком и пишите ваши комментарии. С радостью их почитаю. До новых встреч на моем канале!